друзья всем привет сегодня красим двери и капот все с двух сторон и кратенько сейчас коснусь тема двоякая почему-то пошла у вас комментариях и так слежу за протиры использованием баллона или из пистолета я использовал и так и так показывал примеры в разных вариациях нужно применять по-разному но можно применять и один материал этот пример эпоксидный друг в баллоне который нормально растекается и нормально растягивается хорошо перемешанный баллон у нас есть герметик который надо пролить у нас есть куча протиров которые неизбежно получаются при подготовки как ни крути черные рамки не снимал потому что я буду переклеивать они мишеской защиты работают реально куча просто протира с которыми надо поработать тут два варианта или будем работать через мокрый по мокрому вообще все грунтом накрывать либо же грунт эпоксидный для протиров тоненькими слоями за 15-20 минут до нанесения краски обрабатываем им и потом ну я к такому кентак пришел когда большие площадя как не крутить все равно лучше потереть это все дело супер фаником пройти загладим все распыльные капельки я баллон мешал 6 минут стоял пока по телефону говорил перемешан хорошо но все равно имеется какие-то неравномерные капли если их не вытереть обладать если их не вытереть обладать серебро это будет серьезно заметно и будет очень некрасиво все загрунтовал в таком состоянии можно ставить на 10-15-20 минут час-полтора-два сколько нужно для работы можно допустим если готовились на ночь как я это делал оставить это на ночь оно все высохнет с утра прийти подготовить помещение проработать это все супер файном обдуть протереть липкой салфеткой еще раз обдуть и смело приступать к краске проблем никаких не будет однокомпонентные материалы которые в баллонах находится замечательно работают в таком варианте никаких проблем от этого не будет но если кто уж вообще что-то там не доверяет берите грунт мокрый по мокрому развеете два компонента заливать этот пистолет наносите мойте пистолет идите точно так же пробегайтесь серым скотч братьям или супер файном ультрафайном микрофайном ничего для этого не поменяется кроме того что вы чуть-чуть добавить все геморроя что это будет все смытьем инструмента но мы оставляем это высохнуть и дальше покажу что будем делать но что продолжим продолжим начинать все высохло хорошо берем супер файн и аккуратненько делаем в принципе это можно делать вообще по всему элементу пройти сильно натирать не надо в этом нет никакой необходимости а пробежаться сбить а пыл подровнять если есть капельки какие-то я не пылил там где у меня только эпоксид видно потому что смысла этого нету никакого вот здесь вот есть капельки вот их выбираю эти как хорошо крошится да обязательно потом обдуть липкой салфеткой обфереть обезжиривать не надо но если нужно то можно обезжирить но если загрязнений каких-нибудь отоскали то не надо обезжиривать и все если бы это был черный цвет допустим можно еще сказать что да можно и так типа проходить но поскольку у меня тут серебром работать она серебре это все потом будет просматривать она не будет критично выглядеть но она будет выглядеть да смотришься что видно какие-то капельки как будто мусор под базой по сути получается что это мусор под базой потому что он по высоте выше чем база заодно будет повод вообще еще раз хорошо хорошо продукт можно серым скотчбрайт это же делать на сервис скотчбрайт не убирает капельки если вот как у меня допустим есть ходят капелюшки вот сервис скотчбрайт их вот эти вот капелюшки он их не убирает они кстати на руку неочутимые грунт растягивается очень хорошо а вот супер фаником и хоп-хоп-хоп и нет капелюшек а вот и то есть вот и то есть и а и и и что забыл сказать по поводу баллона грунта в баллоне точнее я крашу водой я крашу в 2 с половиной слоя первый слой смело наливают на протиры особенно когда их много в случае покраски сольвентными базовыми красками надо быть осторожным то есть первый слой не в залив мокрый это самое главное условие вот если не будет первого слоя в залив все будет нормально если первый слой пустить залив возможны контура и подрывы потому что грунт однокомпонентный он любой неважно в баллоне или с бочкой был с банки с канистры он активируется разжижается тем составом разбавителей которые содержатся в базовой краски сольвентной поэтому при пыльчик просушили просмотрели если надо еще подпылили там где были протиры и потом смело можно краситься в противном случае можно рискнуть на перекрас скажем так уйти с водой такого нет с водой заливаем как хотим вода не активно с нижними слоями все такой вот процесс сейчас отлачусь и покажу что что как смотрится где что видно где что не видно давайте посмотрим что у нас получилось все в принципе все торцы у нас были подпылены с баллончика никаких контуров линий еще чего-либо точек ничего нету то есть принцип работает если где-то конечно совсем тоненький там ну два протечка числа на торца до их тонко пшикнули ну липкой салфетка затерли и все ну когда большие уже пропыл и такие что прям капли есть только под перетирку чтобы это не было каким бы супер классным не был грунт только под перетирку тогда можно гарантировать что будет все красиво ровно и качественно это все что я хотел показать пока что сразу снимайте скотч которым защищали наклейки то есть пока лак еще более-менее свежий он снимется красиво когда лак полностью высохнет будет жесткий прям совсем такой жесткий рубец его может быть даже шероховатым всем пока